В нашей сетке кулинарного блога более 20 каналов и 5 из них самые крупные в мире. Это приносит нам и нашим клиентам больше 82 тысяч долларов в месяц. В этом видео мы разберемся, как готовить и зарабатывать на этом одновременно. Меня зовут Влад Козыра, я ютуб-продюсер этого и еще более 150 популярных ютуб-каналов. Памчали! Канал Лекер Вахинтак. 1 апреля сюда мы залили первое видео и на данный момент канал сгенерировал уже 23 925 долларов всего за 2 месяца. Как же создать ютуб-канал правильно, чтобы как и здесь аудитория была только из США, да, 28 и 7 процентов, а на втором месте была Германия? Как попасть на высокое гео, как не попасть в теневой банк, как не попасть на дешевый русскоязычный либо индусский трафик? На самом деле страна регистрации канала вам не очень важна. Вы можете заводить свой ютуб-канал где угодно, этот ютуб-канал был создан в Беларуси, привязан на белорусский номер телефона и никак страна создания канала не связана с тем, куда будет рекомендоваться контент с этого канала. По поводу языка, как ни странно, необходимо выбирать немецкий, об этом чуть-чуть позже. А по поводу AdSense, чтобы подключить монетизацию, вам необходимо выехать за границы Беларуси и России, в ближайшие страны СНГ открыть там банковский счет, подвязать туда монетизацию, либо подключиться к одной из партнерских сетей, которых в принципе сейчас великое множество. Язык канала очень сильно влияет на продвижение и мы всегда выбираем немецкий. Не только мы. Почему вообще немецкий так повелось в кулинарном ютубе? На самом деле все максимально просто. В Германии очень широкая лингвогруппа, больше 80 миллионов человек. То есть внутренний рынок этой страны достаточно широкий, при этом это дорогое гео. Нет ни одного такого же примера. Если вы приведете, например, английский язык, то там, к сожалению, есть очень дешевое гео, типа Индии, Пакистана, Филиппин и других стран. А Германия это единственная страна, которая гарантирует нам попадание на гео с высоким РПМом. Соответственно, ваш доход будет выше. Но как же мы тут попали на Америку? На самом деле в этом какой-то особой системы нет. Мы не переводили ролики как-то особенно, мы не играли с языком канала. Просто первый же ролик, который солидно стрельнул на нашем канале, попал на США во многом из-за клубники. Все ролики, которые мы снимаем про клубнику, почему-то попадают на США. Есть просто ряд наблюдений и инсайтов, коих у моей команды великое множество. И вы тоже можете положить себя один в копилку. Если снимать клубнику примерно в конце апреля, вы точно попадете на США. Ну а у нас целый календарь составлен сезонности и того, на какие страны что залетает, какие блюда точно не стоит снимать, потому что это попадет на дешевый трафик, а какие ингредиенты нужно брать в блюда, потому что это попадет на дорогое гео. Это наше знание с 7 миллионов просмотров. Здесь принесло нам 25 тысяч долларов. Поэтому вот вам инсайт в копилочку, копите свои, либо просто приходите к тому, кто уже их накопил в достаточном количестве. Кроме немецкого языка мы иногда тестируем итальянский, польский, испанский. Однако это не дает такого результата, такого же надежного результата, как на немецком. Но параметры выбора языка вы поняли. Там должен быть большой внутренний рынок и само по себе гео должно быть дорогим. Если вы вдруг волнуетесь, что ваши видео никогда не попадут в рекомендации, ну потому что, а как так? Ну вот ты загружаешь, а оно же никуда-никуда вообще не идет. Почему меня будут смотреть? У меня же ноль подписчиков. Мы вместе с моим хорошим другом Сашей Арабейко, с которым мы делаем канал Езун Туншнель, которые даже вне сезон десертов приносят больше 14 тысяч долларов в месяц, создали еще один канал, который связан с молочкой, сырами и всем остальным. И есть такое общее правило, что рекомендации в кулинарном контенте включаются ровно с седьмого ролика. Я не знаю, как это объяснить, но будьте уверены, что через семь роликов вас поднесет в рекомендации, но не спешите радоваться. Вот какая картина была на нашем канале. Два ролика, четыре, шесть. Вот здесь мы опубликовали седьмой, и видите, сразу уже рекомендации пошли. После мы подключили монетизацию, и наш канал немножко упал, и пошел дальше вверх. И просмотры на нем сейчас в сутки достигают больше 300 тысяч просмотров. Напомню, каналу полтора месяца. Скорее всего, как ни прискорбно, у вас таких результатов не получится достичь сразу, просто потому, что после получения монетизации ваш канал потеряет трафик, YouTube выкинет его из рекомендаций. Почему так происходит? Из-за низкого CTR и низкого удержания. Чтобы делать правильное удержание, нужно использовать особую технику съемки, которая является нашим эксклюзивным производственным регламентом, который, в принципе, вы тоже можете получить. Но находясь в условиях неизвестности, просто помните, что ролики должны набирать удержание больше 2 минут 30 секунд. По удержанию точных параметров нет, с попаданием в рекомендации ваш CTR будет падать. Если, например, взять какой-нибудь самый крупный ролик с канала Гезун Туншнель, который набрал уже 33 миллиона просмотров, и посмотреть по CTR, то здесь мы увидим всего 2%. Потому что показов здесь 674 миллиона 200 тысяч. Но CTR 2, если вы увидите в первые сутки, то это будет плохой CTR. Короче, CTR это величина не скалярная, да, абсолютно 2 плохо, 5 хорошо, 10 замечательно, а 0, 0 всегда плохо. А векторная, то есть у нее есть несколько измерений, у которой очень много дополнительных параметров, которые помогают сказать, хороший или плохой у вас CTR. И самое главное, это объем. Самое главное, если ваш CTR падает, а охват растет, значит, ваш ролик вирусится и переживать нечего. Даже если у вас высокий CTR, но нет рекомендаций, значит, он не такой уж высокий. Да, если вы имеете 7 в первый день и рекомендации не идут, значит, все, скорее всего, имеют 9, 10, 11. Если вы имеете CTR 2, 3, вы либо уже делаете популярные ролики, либо вряд ли когда-то будете делать популярные ролики в таком контентном подходе, его нужно срочно менять. Поэтому не смотрите на эти цифры, как на абсолютную истину. И если вы получите ситуацию, в которой после публикации 7, 8, 9 роликов ваш канал резко пошел в рекомендации, а потом упал в ноль, просто забудьте, не пытайтесь вытащить этот канал, потому что ближайшие рекомендации у вас будут только после 80 ролика. Проверено неоднократно, мы по фану ввели определенные каналы, которые уже сейчас посносили, контент с них переиспользовали, но ни один наш YouTube канал, который упал после получения монетизации, не вернулся на свои обороты. YouTube на старте дают возможность абсолютно всем, а потом просто смотрят, кто этой возможностью пользуется лучше. Если в течение 7 роликов вы сделали что-то неправильно, ваш YouTube канал не попадет в рекомендации никогда, чтобы первые 7 роликов сделать правильно и идеально, самый лучший вариант это обратиться к профессионалам. Тем более, что такие ролики создавать очень просто, они похожи друг на друга, их можно перемонтировать, из них можно составлять подборки, те ролики, которые у вас не зашли, можно поправить, благодаря правильному производственному регламенту, и конечно же программам Movavi, особенно пакету программ Movavi Unlimited. Мы постоянно используем эти программы в нашей работе, мы перенарезаем ролики там, мы делаем запись экрана, мы делаем обложки для кулинарных видео, потому что можно просто накинуть хороший цветокор, можно накинуть авторскую графику, субтитры, авторски выглядящие субтитры, это то, что супер важно, то, что дает вашему каналу узнаваемость. И все это от начала до конца можно взять по супер выгодной цене, не парясь, не скачивая какие-то отдельные программы, можно взять все в одном бандле Movavi Unlimited, который доступен прямо сейчас по скидке 85%. Это маст хэв для любого начинающего ютубера, особенно для кулинарного. Поэтому пользуйтесь программами Movavi, записывайте экран, редактируйте фотографии, конвертируйте файлы, нарезайте видео и открывайте полную свободу для творчества вместе с Movavi Unlimited по скидке 85%. Ссылочка находится в описании. Поймите, что если у вас нет контента, который хорошо удерживает, который хорошо генерирует CTR, который правильно снят по правильному принципу, ваш ютуб канал просто не попадет в рекомендации. И еще в чем не нужно ориентироваться на популярные каналы, это на рецепты. Очень часто вы, скорее всего, если будете анализировать кулинарный рынок, вы попадете на один из наших каналов. Так вот, мы не всегда соблюдаем рецепты, которые указаны в этих роликах. Просто вам подружески сообщаю, чтобы вы не пытались переготовить то же самое. Для того, чтобы сделать крутое видео, не нужен какой-то супер умный рецепт, нужна кулинарная смекалка. Мы очень часто добавляем в три раза больше желатина, муки, всяких добавок, чтобы эти блюда выглядели красивее. И часто нарушаем производственный процесс создания того или иного блюда, чтобы оно получилось красивым. Фактически мы занимаемся созданием рекламного контента, и эту еду есть не обязательно, да и не очень-то вкусно. Поэтому запомните, что те каналы, которые сегодня находятся в топе, вообще не факт, что именно эти рецепты используют в своих блюдах. И вы должны полагаться только на свою кулинарную смекалку. Ну и, конечно же, можно еще полагаться на советы профессионалов. Ну и, наконец, сколько можно заработать. Люди, которые приходят к нам работать и имеют 300-400 долларов, через пару месяцев стабильно выходят на 15 тысяч. Ну, в худшем случае, 5 тысяч долларов в месяц. И таких результатов вы можете добиться прямо сейчас, если будете повторять все действия, указанные выше. Ну и, конечно, еще быстрее можно добиться результата, обратившись напрямую к людям, которые умеют раскручивать уже такие каналы прямо сейчас. Ну и обязательно посмотрите вот этот ролик про кулинарный YouTube, если вы не можете себе позволить платное продвижение, потому что здесь собрано огромное количество бесплатных советов, которые точно вам помогут. С вами был YouTube-продюсер Влад Козыра. Увидимся в следующем видео. Всем пока!